Баку и Ереван должны начать процесс делимитации Азербайджана-армянской границы без предусловий. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства страны Джейхун Байрамов. По словам министра, к данному процессу следует приступать без предусловий, так как если будут выдвигаться какие-либо условия, то процесс создания комиссии может затянуться и стать бесконечным процессом. Эту тему мы продолжим с доктором философии по праву Эльгином Сафаровым. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Говоря о процессе делимитации и демаркации границ, следует отметить, что Баку дал согласие на создание трехсторонней рабочей группы. Но тогда Армения выдвинула некоторые инициативы, которые были неприемлемы для Азербайджана. Как вы считаете, изменится ли теперь риторика Еревана в этом вопросе, чтобы процесс поскорее начался? В общем контексте риторика или какой-то взаимоотношений диалог должен ввестись на основе документов, международно признанных. В вопросах международной безопасности на современном этапе региональном Южного Капказа есть соглашение от 9-10 ноября и 11 января 2021 года. На основе этих соглашений были приняты решения для создания международного мира, международной безопасности на региональной основе. И какие-либо выступления, которые носят более всего характер лозунгов и ничего другого под ним, никакого документа, никакой юридической базы под ним нет, само собой не будут нести никакого положительного элемента в развитии двухсторонних или многосторонних отношений на Южном Кавказе. Все, что мы видим на данный момент, изменяется даже при имплементации. Это имплементация соглашений, принятых на согласие сторон. И какие нормы имплементированы, различия пусть будет транспортных отношений, развития пусть будет экономических отношений на региональном уровне. Это все на основе документов. А все, что лишнее сказано уже более годами, продолжающиеся, мы видим, это все и в воздухе так и осталось. Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов, он также отметил, что на уровне рабочей группы вице-премьеров Азербайджана, России и Армении по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе остаются определенные вопросы, они остаются открытыми. Вот как вы считаете, какие это вопросы могут быть? Ну, заключение мирных соглашений, то есть мирного соглашения с двух сторон, возможно, на основе этого соглашения только могут в дальнейшем заключить новые соглашения. Это транспортные, это дипломатические отношения, это почтовые сообщения, это делимитация границ, а в дальнейшем развитие экономических приграничных зон, то есть развитие сел, экономическое развитие торговых взаимоотношений, то есть очень многое в дальнейшем можно сделать на региональном уровне, если говорить, что сегодняшний закрытие границы между закрытой границей и вооруженный конфликт, который продолжался более чем 30 лет, с двух сторон экономически повлиял на развитие, так и на Азербайджан, так и на Армении. То есть с этой стороны никто не выиграл в этом конфликте. И поэтому, когда мы говорим, что конфликтные ситуации должны быть разрешены чем быстрее, тем лучше, то мы говорим об экономическом взаимоотношении, о развитии экономического региона с экономической точки зрения, так и с дипломатической точки зрения. Поэтому, когда говорят, вот эти риторика, так называемая, не фиксирующая, не имеющая никакой юридической базы со стороны некоторых армянских дипломатов, и в которые, в конце концов, все равно идут в нормы международного права, все равно оперируются на принципы, в конце концов, и идут по нормам, которые Азербайджан уже делится этими нормами более 30 лет. С 1994 года Азербайджан базируется в своей политике только на международно-правые нормы. И ни шаг влево, ни шаг вправо. И ничего другого мы не хотели в этом контексте. А Армения все равно приходит, и даже выступление премьер-министра Армении Никола Башиняна, о том, что вопросы Ханкенди, вопросы Карабахи должны решаться на основе Конституции Азербайджана, он полностью прав. И об этом говорил и Гейдар Алиев, об этом говорил Ильхам Алиев. Здесь ничего нового нет. В конце концов, они пришли к принципу суверенитета Азербайджанской республики, к принципу суверенитета Армении. То есть это должно взаимоуважаться, чтобы в дальнейшем мы получили развитый регион. Я один вопрос хотел бы экономической точки зрения, хотел бы выделить, что ежегодно Армения и Азербайджан от того, что закрыты границы, теряют более 127 миллионов долларов. То есть использование только транспортных, использование только как транзит на территории Запад-Восток, территория Армении и Азербайджана, то есть на прямую связи, позволило бы обеим странам получить выгоду ежегодный доход 120 миллионов. Так умножьте этот доход на 30 лет. Так мы видим многомиллиардные траты с двух сторон. И это поэтому Азербайджан, когда выступал, всегда предлагал разрешение вопроса миром, заключением соглашения в этом контексте. И какие же еще вопросы могут повлиять? Развитие экономических взаимоотношений, развитие транспортных, развитие транзитных соглашений, почтовых соглашений, создание специального шелкового пути в честь. Но открытие всех границ между Азербайджаном и Арменией на то, что Азербайджан и предлагает эти годы. То есть Азербайджан предлагает не только развитие дипломатических и создание безопасного ареала в этом регионе, но и полное развитие. То есть экономически, чтобы от этого выгоды получать как граждане Азербайджана, так и граждане Армении. Вот принципы здравого смысла, принципы сосуществования мирного и безопасности на международной арене. Каким принципам мы привержены территориальные целостности и защита прав человека Азербайджана. Я еще один момент хотел бы выразить, что глава Министерства иностранных дел Азербайджанской республики выразил некоторые постулаты. Первый постулат, что Азербайджан во время и в течение этого года сотрудничал со всеми международными организациями face to face, то есть лицом к лицу. То есть мы шли на переговоры не только с Европейским Союзом, ОБСЕ, Советом Европы, Организацией Исламского Сотрудничества, а также являясь инициаторами некоторых резолюций, принятых на международном уровне, в рамках ООН, в рамках тюркских стран, в рамках организации неприсоединения. То есть Азербайджан в этом принципе является бенефициарами, одновременно создателем некоторых международных норм, то есть автором в этом контексте. То есть азербайджанские дипломатические представительства, представленные центром, который является Министерство Министерства, вели очень степ-бай-степ, шаговую политику в этом контексте. И здесь есть некоторые направления. И в выступлении главой Министерства 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 Министерства, были выделены создание международной безопасности, развитие экономических взаимоотношений, защита прав человека. То есть некоторые постулаты, которые были приняты, являются региональными постулатами, которые Азербайджан сегодня использует. Вот ранее вы отметили о вопросе заключения мирного соглашения Азербайджана с Арменией. В принципе, Баку постоянно призывает к этому. И вот на днях вы также отметили выступление премьер-министра Армении, в котором он затронул как раз-таки этот вопрос, что в Армении заинтересованы в заключении мирным договором с Азербайджаном. Вот как вы считаете, говорит ли это о том, что в Армении начали принимать текущую реальность в регионе? Понимаете, суть в том заключается, что когда мы имеем официально со стороны армянских сил статистику, комитетом статистики Армении, что более 23% населения находятся за чертой бедности, когда мы говорим, что Армения признает, что более 40% населения являются безработными, и они сами походят из этого принципа, что реальность в том и заключается, чтобы выйти из демографического и экономического кризиса, надо вести политику в этом направлении мира и безопасности, то, что Азербайджан предлагает эти многие годы. Политика, которая вела в течение 30 лет, они увидели, что результата нет, и нет никаких плюсов от этого. А то, что Азербайджан предлагает сегодня и население Еревана, и все Армении поддерживают эту политику, и они спокойно ведут и впоследствии с каналами CBC, впоследствии с новостных каналов, новостных вебсайтов Азербайджана. Когда президент страны, господин Ихамали, выражает безопасность, и он когда говорит, что проходят пытки солдат, которые мы возвращаем в Армению, то есть они проходят через инстанции, пыточные инстанции самой же Армении, сами же граждане Армении, которые служили за Армению и воевали за флаг Армении, то, само собой, здесь все понятно. Население Армении сегодня не хочет войны, население Армении хочет сегодня мира, население Армении хочет экономического развития. Как же выйти из этой черты бедности, само собой, надо ввести развитие добросетельских отношений, развитие экономической точки зрения. И поэтому сегодня даже это не решение и не выступление самого только Никола Пашиняна, это понятно, что армянское правительство и парламент Армении не имеют другого выхода просто, это результат того, потому что, находясь, имея такую огромную границу с Азербайджаном, не пользуются ресурсами, которые помогли бы двусторонним развитию наших обоих стран в этом отношении. Это самоубийство, особенно для Армении. Спасибо вам большое. Процесс делимитации и демаркации границ Азербайджана с Арменией обсудили с доктором философии по праву Эльгюном Сафаровым.